Всем доброе утро! У нас выходной день. У нас сегодня замечательная погода. Смотрите, какое светит солнышко. Просто мороз и солнце. День чудесный. Сегодня муж выходной. На самом деле время-то уже 12 часов. Как бы уже давно не утро. Мы уже позавтракали. Муж у меня уже с Матвеем. Так как муж сегодня дома, у нас сегодня грандиозные планы по поводу наших всех недоделок. В общем, что сегодня будем делать? Сегодня у нас в планах. Наконец-то приклеить подоконники, потому что они у нас уже 3 слоя покрашены. Нам нужно их приклеить. Потом нам нужно их палачить. И у мальчиков, и у нас в комнате. Затем мы купили карниз в нашу комнату, в спальню. У нас сегодня тоже в планах его есть повесить. Если повесим, то я потом буду вешать шторы. Я их что-то, кстати, даже не знаю и не помню, есть у меня какие-то шторы сюда или нет. Тюль у меня однозначно есть. А ночные шторы не помню. Посмотрю. Главное доделать подоконники. Нам нужно доклеить... Ну, как нам говорю, нужно, да? В принципе, это муж все будет делать. В общем, доклеить уголочки. Потому что со стороны комнаты уголочки приклеены уже именно на стыке обоев. Вот именно углы, да, вот эти все. А со стороны балкона нет. Но вот сейчас приклеится подоконник, и тогда уже будет завершающий этап именно вот рамочку такую, знаете, сделать уже окантовку. Затем, что нам еще нужно сделать? Что еще нужно сделать? Выходной день, как всегда, знаете, столько дел находится. А, кинули уже рыбу размораживать карпом. Пожарим сегодня карпика. Сегодня у меня еще есть немножко глажки. Я уже закинула стирку. Потому что постели поменяли. Ну, короче, знаете, все, 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 как обычно. Пока муж ушел с ребенком, пропылесосила всю квартиру, влажную уборку, наверное, сделаю потом уже в будни. Не буду сейчас в выходной день делать, натирать тут полы. Вот. И что? И будем, в общем, трудиться с нашими недоделками. Знаете, все кажется, когда начинаешь за что-то браться, думаешь, ну, что тут делов-то повесить, прикрутить. И когда начинаешь вот со всем этим связываться, иногда на полдня прям затягивается. Я, кстати, уже присмотрела шторы себе именно вот в спальню по цвету. Я смотрела в Икеа, я смотрела в Леруа. Мы в прошлый раз, когда ездили. В принципе, есть что выбрать, но пока не спешу с покупкой, потому что как только повесится карниз, тогда я буду знать уже полностью всю высоту. И уже буду тогда ориентироваться, да, на эту высоту, чтобы лишнее не брать, потому что сейчас машинки у меня дома нету. Надо будет, наверное, к маме идти, чтобы их подшивать. А так можно уже будет выбрать под себя. Вот. В Икеа мне понравились. Есть несколько оттенков, которые я сюда хочу. Но тут опять, знаете, тут можно менять же. То есть все зависит от того, какой текстиль будет в комнате. От этого будут акценты. А сейчас у нас темное покрывало, можно сюда темненькие ночные шторы повесить. Будет один акцент, да, там белыми подушками разбавить. Поменяю чуть светлое покрывало по стилю. И опять же можно будет шторы, да, уже более светлой гамме повесить. И опять же совсем другой акцент. Какие-то подушки яркие более положить на кровати. Так что тут можно играться на самом деле. Кстати, сейчас хочу вам показать. Мне пришло кресло скрипучее. Мне пришла посылка от Рише, девочки. От Рише. Это моя первая посылка. И вообще первое знакомство с этой компанией. Я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Как все красиво вообще упаковано. Просто супер. Вот в такие коробочки приходит посылка. Мне привезли ее на дом. Все упаковано. Я только успела открыть саму коробку. То есть я еще сами продукты не открывала. Накладная. Посмотрите, сколько пупырчатой бумаги, чтобы ничего не побилось. И смотрите, какое оформление. Каждое средство в индивидуальной упаковке, в коробке. Тоже здесь все заклеено. Все прям очень круто смотрится. У меня здесь два продукта. Видите, я еще даже не открывала их. Первое. Это у меня восстанавливающее гидрофильное масло. Нежный уход за сухой чувствительной кожей. Деликатный. Эффективный. Демакияж и очищение. А второе. Это у меня сыворотка. Смотрите, тоже все упаковали, чтобы ничего не побилось. Не дай бог. Посмотрите, он просто везде заклеен. Так все аккуратненько. Вроде, знаете, такая лаконичная упаковка без всего лишнего. Но так смотрится классно. И вот она сыворотка интенсивное увлажнение. Все буду пробовать. Все буду тестировать. Я, конечно, давно видела у многих эту продукцию. Но сама не решалась как-то купить. Но когда вот предложили, я с радостью согласилась попробовать. Так что начинаю пользоваться этими всеми средствами. Давайте сейчас я вам открою. Покажу, как это все выглядит внутри каждое средство. Открыла я уже все коробочки. Вот так вот выглядит гидрофильное масло. В этом флаконе 200 миллилитров. И имеется помпа. Подходит это масло для сухой, для чувствительной, для нормальной кожи. Видите, по консистенции какое оно. В общем, буду пробовать обязательно. Тут есть вся аннотация по применению. Также ее действия. Все описано. Чуть попозже уже, когда я ей попользуюсь. Я обязательно вам все зачитаю. Все расскажу. И вот так вот выглядит сыворотка. В стеклянном флаконе. Здесь уже 30 миллилитров. Очень удобный формат, что имеется пипетка. То есть пользоваться тоже легко будет и удобно. Такая консистенция водички. И очень приятно пахнет. Свежо. Какими-то эфирными маслами, как мне показалось. Так что тоже буду все пробовать. И в дальнейшем ждите мой отзыв. Я расскажу вам, как эти средства подошли для моей кожи. Какое вообще они произвели на нее действие. Обязательно поделюсь. Так что следите. Потом, наверное, недельку, может быть, две. И буду тестировать ее, чтобы уже полноценно дать свой отзыв. Я не люблю два дня попользоваться и рассказывать что-то. Потому что, мне кажется, это очень мало для тестирования каких-то новых средств. А думаю, неделю или две это самый лучший результат, который может показать все средства. Так что компании Реше, конечно, большое спасибо за то, что вы познакомили меня с этой продукцией. Ну, а вы, девочки, ждите тогда моих результатов. Будем вместе во влогах также использовать. Покажу вам, как это все в применении. Наверное, давайте в этом же влоге тоже распакуем вместе с вами мою кольцевую лампу. Смотрите, я ее заказала через Инстаграм. Так же, как и свой туалетный столик. Вот я понимаю, что все-таки Инстаграм имеет место быть. И иногда очень даже полезно смотреть и находить какие-то интересные профили. Вообще, до этого я хотела купить же себе туалетный столик с просто обычной сакеи. И потом подбирать к нему зеркало и лампочки. Но когда мне в Инстаграме как раз попался вот этот вот профиль фотографии, я увидела, перешла в профиль. И там какая-то бешеная скидка на эти столики. Я поняла, что смысл мне покупать в Икеа все по отдельности, если можно сказать себе стол. И таким же образом мне вот где-то в рекламных таких фотографиях в Инстаграме в ленте вышла вот такая фотография лампы кольцевой. Опять же, перешла на профиль, посмотрела. И понимаю, что это самая бюджетная цена именно вот в том профиле, где я брала, по сравнению с другими. Плюс там какие-то акции были еще в дополнение, какие-то подарки они еще положили. В общем, мне эта лампа обошлась в 10 тысяч. Когда на других сайтах я смотрела, даже на Алиэкспресс я смотрела, она была в разы дороже. В общем, я рискнула на свою голову. Я надеюсь, что она действительно меня будет выручать. В домные хмурые дни для блогера и вообще для тех, кто снимает или фотографирует. Лампа, мне кажется, вообще источник света, хороший. Это залог отличной съемки, отличного качества. Вы можете снимать даже на телефон, но если у вас будет превосходный свет, то никто не увидит того, что вы снимаете на телефон. Качество будет отлично. В общем, давайте откроем мою лампу. Это давняя моя хотелка. Знаете, я себе сделала подарок. Это не сотрудничество. Заказываю я все за свой счет. Так, тут, наверное, я так полагаю, должен быть штатив. Так, а знаете, что мне еще понравилось? Что тут приходит это все в сумке. То есть, есть уже удобство, что потом хранить ее будет. Так, давайте я, наверное, сейчас все вытащу, чтобы вам уже покажу. Так, поставила камеру на штатив. Я думаю, что так, наверное, лучше будет. Смотрите, имеется вот такая вот сумка. То есть, уже сама лампа приходит в сумке. Это удобно. Что здесь? Так, сейчас будем все. Так. Это гибкий штатив. Мне сказали, должны положить в подарок. О! Тут даже батончик положили. Подарок, обалдеть. Так. Это что? А, пульт, видите, можно его использовать и для камеры, и для фотоаппарата. Так. И это что? Это инструкция. Инструкция по использованию. Так. Больше ничего не будет? Нет, больше ничего нету. Но, кстати, удобно, да, чтобы вы в сумку убрали, спокойно положили. И там она лежит. Так. Вот она сама лампа. Тут должны быть к ней еще фильтры идти. Наверное, вот здесь. Да. Видно? Так. Тут должны быть насадки для фотоаппарата. Вот они, какие-то шайбочки. Тут что? Еще какие-то есть насадки. А, это для телефона. Для телефона насадка аккумулятор. И вот они, фильтры. Тут, получается, это будет холодный свет, а это можно поставить, будет теплый свет. То есть, можно будет менять. Так. Скорее всего, это должен быть штатив. Да, это штатив. Ух ты! Какой он массивный. Так. Слушайте, но здесь он довольно-таки такой прочный. Смотрите, насколько он еще вперед поднимается, вверх точнее. Обалдеть! Так, тут ножки тоже все закрыты. Так. Ладно. Со штативом разберемся. Мне хочется включить лампу. Вообще, надо будет сейчас посмотреть инструкцию по сборке. Куда, что там закручивается. А, вот они, крепежные винты. Наверх. Это как раз вот этот, по-моему, это для лампы. Вот это крепежные винты какие-то. Так, ну что, надо будет установить ее. Надо будет ее установить, собрать, и потом я вам ее покажу. Уже в использовании. Так что, короче, девочки, если вдруг вы тоже в раздумье, я думаю, что... Вот как раз кольцевая лампа. У меня, кстати, есть софтбокс. Я в прошлом году заказывала тоже с Алиэкспресс. Но софтбокс, честно скажу, вот как отдельный свет, мне не понравился. Если только как дополнение его ставить, если прям уж совсем-совсем темно, у вас больше ничего нету, либо как дополнение к какому-то еще источнику света. Но один, вот у меня один есть, софтбокс, его мало. Меня пока выручает моя лампа кольцевая самодельная, которую мне делал муж. Так, то есть я делала основание из картона, вот такое вот полукольцо, точнее просто кольцо сделала из картона. А потом мы уже с ним там приклеивали светодиодную ленту, он мне ее закреплял, там аккумулятор ставил. Ну то есть он в этом плане уже мне помогал, потому что я с электрикой очень, так знаете, осторожной. И сейчас она меня реально выручает. И не только сейчас, очень много видео я с ней снимала, именно в такой вот темный, вот этот хмурый период осенний-зимний, когда света реально не хватает комнатного и когда нет солнца, это прям спасение. То есть, ну хотя бы что-то, но есть, можно снимать. Я надеюсь, что вот эта лампа меня теперь будет очень выручать. Если я еще рядом поставлю вторую свою самодельную, то вообще, мне кажется, там будет просто оттаз. И я, кстати, взяла в большем диаметре, потому что была еще поменьше, вот, наверное, как малый круг. Но сказали, что она лучше подойдет такая, знаете, именно для бровистов, то есть кто очень на маленьких планах работает. А так как, говорит, вы все-таки сидите будете далеко, да, от камеры, ну то есть камеры от лампы будете далеко, то, говорит, вам лучше побольше диаметром взять. Там, конечно, разница, ну, в пару тысяч, но все равно, я думаю, лучше больше взять диаметром, действительно, чтобы у нее было освещение, да, больше и захват цвета было. Чем? Я возьму маленькое и буду там все время приближаться к нему, ближе и ближе садиться. Короче, ладно, я сейчас посмотрю, что да как. Это, ух, ух, ничего себе гибкий штатив, я его еле согнула. Ну, хотя, с другой стороны, он же не должен быть легко падать, чтобы, знаете, там бымся, лампа перевернулась, да. Ну, все. Короче, вот так вот, девочки. Блогерство, я вам могу сказать так, что это затраты. Это затраты действительно весомые, если посчитать оборудование и все, что используется, для съемки, это хороший взнос. Поэтому блогерам быть не так-то и дешево в наше-то время. Раньше к этому все по-другому как-то относились, были, ну, не такие требования, что ли, к съемкам, а сейчас хочется улучшать и хочется, чтобы вам было приятно смотреть. Так что, короче, девочки, вот такие у меня, ну, лично для меня радостные покупки очень, конечно, нужны. Я надеюсь, что вы тоже потом оцените это все в видео. Так что я буду собирать, сейчас уже придет, наверное, муж, я пойду попью кофе пока, и потом будем приниматься за наши работы. Итак, сейчас я снимаю без лампы, и света в комнате нету. Это только дневной свет из окна. Включаем лампу. Минимум. Тут можно регулировать яркость. Сейчас я самая яркая. Ух! На самом ярком даже высидеть невозможно. Я думаю, что надо делать такую, которая будет приятна глазу. Это я сейчас поставила холодные фильтры. И теплые, я думаю, они будут уже немножко по-другому. Все-таки для видео, наверное, холодный свет лучше. Ну и как вам? Заветные кругляшки в зрачках. Можно чуть-чуть убавить свет, если вам очень ярко. Сделать такой чуть приглушенный, но тем не менее, все равно все видно, правда? И вот, смотрите, я выключаю полностью. Ну как вам? Круто? Ааа, я такая довольная. Крутяк. Все, теперь, девочки, лампа. Теперь я могу спокойно, даже если у меня дети спят уже вечером, есть свободное время, есть настроение. Я пошла себе на кухню, села себе в комнате. И могу снимать видео, независимо от погодных условий. Вот так вот. Так что я очень рада. Надеюсь, эта лампа мне прослужит долго. Очень надеюсь. Так что вот такой вот наборчик. Мне кажется, за 10 тысяч это очень крутая лампа. Столько всяких есть вот этих наборов, пультов там. О, слушайте, а как? Пульт. Работает. Вон и эль. Вот у меня всегда обязательно все свалится. О, кстати, а батарейка уже даже в комплект идет. Надо как-то... Как они работают. Мне нужно присоединиться. А, она по блютуз, наверное. О камере она подключится. Короче, ладно, надо будет разобраться, потому что для камеры здесь тоже есть. Нет, ну это ладно. Это надо, короче, тут для андроидов и для iOS. В общем, надо будет... Это для телефонов, скорее всего. Смотрите, мигает. Но надо блютуз подключать, это для телефонов хорошо будет. Будем делать заставки для видео. Так что вот она моя заветная лампочка у меня есть. И теперь я просто довольный слоник маленький. Смотрите, как круто... Не смотрится. Не, смотрится тоже круто. Смотрите, как круто держатся локоны. Это я конусной плойкой крутила два дня назад. С Алиэкспресс, между прочим. Плойка. Да, крутяк. Все, ладно, девочки, моя уже на подходе. Пошла я. Кофе заварю. Можешь пока снимать. Та-да-да-да. Наконец-то карниз занял свое место. Самый обычный карниз потолочный, но мы его прикрепляли на кронштейны, так как у нас натяжной потолок, а закладные мы не делали. Поэтому мы взяли потолочный карниз, который крепится вот так снизу к потолку. В нескольких местах просто докупили к нему кронштейны. И кронштейны сами крепятся к стене. Естественно, они идут таким углом, и уже на эту сторону крепится сам карниз к ним. В общем, все, слава богу, повесили, все сделали. Сверху покупается вот эта вот планка. Она немного закрывает крючки, то есть опускается вот эта планка и закрывает то пространство, которое там остается. Планку можете купить любую. Она есть разных цветов. Мы взяли белую уже, чтобы никаких акцентов не было на карнизе. И пока повесила только тюль, то, что у меня вот есть дома. Я хочу, конечно, съездить по магазинам, посмотреть какую-то более однотонную взять тюль. И, наверное, какие-то легкие, такие не совсем тяжелые ночные шторы. Но, опять же, хочу поездить по магазинам, посмотреть, что есть. И уже из того, что есть, выбирать. Пока повесила. Я думаю, что на первое время неплохо. Уже вообще само ощущение, что в комнате стало уютнее, комфортнее. И уже есть, так скажем, перегородка с балконом. Это уже хорошо. То есть там получается такая отдельная зона. И здесь спальня сама по себе. В общем, мы довольны. Единственное, конечно, что было очень много мусора. В плане того, что муж стробил, несколько раз переделывал там, ну, что-то не получалось у него. И поэтому очень много было вот этой строительной пыли бетонной. В общем, кошмар, кошмарный. Самая, наверное, ужасная пыль и вообще вот эта грязь строительная, ну, в плане уборки. Вот, так что все стоит на своем месте. И теперь у нас в планах повесить карниз на кухне и у детей. В общем, будем дальше заниматься этим вопросом. Вот. Нашли карниз, знаете где? В соседнем магазине строительном. То есть вот в соседнем доме. А ездили по очень многим магазинам и нигде не находили нам именно нужную длину для нашей комнаты, чтобы не было никаких соединений, никаких двойных карнизов, да, которые надо будет соединять в одну. Или там трубки мы не хотели. А это вот, оказывается, в соседнем доме стоял, нас ждал именно той длины, которую нам надо. В общем, все, я очень довольна. Теперь останется только выбор за мной в плане текстиля. И все.